С января по март месяц на территории Сочи выявлены 223 очаговые свалки. Сегодня их осталось 17. При этом 7 на частных землях. Одна из них появилась на территории ЗСМ. На самом деле, сочинский завод строительных материалов – одно из старейших предприятий города, построен еще в 1957 году специально для возведения здравниц курорта, а впоследствии и новых микрорайонов. Нарекания к ЗСМу у горожан были всегда, поскольку керамзитовый гравий, блоки и железобетонные изделия всегда были источником пыли. Но вот уже полгода, как завод переквалифицировался в полигон ТБО. То, что на так называемую частную территорию ЗСМ, расположенного в сотне метров от жилых домов, теперь привозят мусор, сомнения нет, утверждают сочинцы. Многотонные грузовики и камазы со строительными отходами и бытовым мусором сюда тянутся при свидетелях. Якобы спрятаны от посторонних глаз мусор, виден невооруженным глазом. Я живу здесь буквально метров 300, переулок Бораташвили 14. На улице дышать нечем. Окна открыты, форточки открыты. Этот весь запах находится, естественно, в доме. Решение этого вопроса находится в компетенции Роспотребнадзора. Росприроднадзор уже дважды накладывал штрафные санкции на хозяина территории. Каждый раз по 30 тысяч. Однако это не возымело должных результатов. Сегодня к ответу виновных призвал совместитель главы города Юрий Поломарчук. Складированием твердых коммунальных отходов на ЗСМ занимались арендаторы завода. Ими оказались местные жители. Власти города обратились в прокуратуру, которая, в свою очередь, передала дело в суд. Суд Центрального района рассмотрел иск прокуратуры и принял решение удовлетворить его в полном объеме. То есть, обязав владельца земельного участка арендатора убрать весь мусор и твердых коммунальные отходы и привести весь земельный участок в первоначальное состояние. Такое решение суда состоялось. И уже 9 июня вступит в законную силу. Арендаторам порекомендовали не дожидаться приезда судебных приставов. Оставшийся мусор предприниматели увезут на полигон в город Абинск. Завод же вернется к своей основной деятельности – производству строительных материалов. Ну а чтобы восстановить нарушенную экологию в районе, арендаторы обязуются установить противопыльные фильтры.